Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение ФФА сериала на восьмерых в Сидмер Сивилизейшн 6, в котором я играю за Польшу. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Давайте, приходите. Ну в общем, у тебя есть, сколько тут, 6 ходов подумать, я так понимаю. Похоже на то. Задачно сложный выбор. Да, только у тебя еще военная мощь 287, а у меня 1400, то есть тебе еще надо строить это все. Так он на всадников. Он должен признать, что мне достаточно только капнуться. Куда апнуться? У тебя 287 силы, куда тебе апнуться? В арбалеты? Да, 600 каким-нибудь. Ну на самом деле, вот я вот думал, что у тебя флот, потому что я твоих войск не вижу. Хотя у меня мой этот феликий пророк у тебя довольно долго усидит. Мой конфуций, короче, тут устраивает секты у тебя. Блин, но... Не знаю, я пока... Надо взвесить. Взвешиватель. В шотландисте тоже не поможет, если вдруг мы в войне начнем быть. Я с тобой в друзья до 108 хода. Там до какого? Ситуация такая, что если я буду уходить вперед, Алеша не будет успевать захватить религии, весь мир, то он пойдет на меня. Я не собираюсь захватывать религии в принципе. Собирается... Мне кажется, что это очень... Ты, кстати, оправильный человек. Нет, ну если там получится что-то, то... Не, так понимаешь, у меня сейчас нету дружбы, например, с греком, с Грузией и Германией. То есть я приду туда своими миссионерами, они будут просто их убивать. Я не думаю, что они сейчас, хоть один из них, двоих, заключит со мной дружбу. Как минимум. Я просто хотел, чтобы хоть кто-то начал строить миссионер этих... Ну, чтобы мученики у меня появлялись. А я получаю с этого реликвии. Понимаешь? А реликвии зачем? Ну посмотри способность Польши. Культурно победить. Не, у меня есть эти апостолы, но они... Несут крестовый свет крестоносцев. Блин, я не понимаю, что мне тут... Фабрика тут работает сюда? Вот тут фабрика, например. Раз, два, три, четыре... А, нет, надо делать фабрику. Вот именно. И я вообще основал религию, по-моему, третий даже. И я как бы из расчета, из того, что... Я буду сейчас тут в реликвиях купаться, тут кучу это получать. А оно хрен. Оказалось. В ситуации у тебя эти... Священные места, как я вижу, почти в каждом городе находятся. В четырех. Ну, 200 веров в ход... Да, немало. В четырех. Так у меня же еще вера идет от зарубежных городов. Я же взял верование. То есть у меня больше веры именно от ваших городов идет, скорее, чем от священных. Я бы еще Польшу на Саладину поменять. Положительная обратная связь у него, короче. Еще единичка науки, и я догоню Инвиктуса. Это будет великая победа грузинского народа. Я сейчас не буду. А, и я еще Пантеон взял на престиж. Я еще вспомнил, откуда у меня. Вера, видишь, у меня все клетки в вере. Да тебе классно там еще. Ну, не спорю. Нет, просто, американец, если тебя единственное, что беспокоит, что я могу верой победить, то, по-моему, тут очевидно, что это не так. Просто потому, что два человека будут моих миссионеров убивать, и это будет снижать влияние. Инвиктус, дружбу заключим. Инвиктус, дружба. Инвиктус, денег дашь? Если ты не можешь снять дружбу, я с тобой все дружу. Селять. Прощай, Египет. Не, Эльбер, я не буду с тобой дружить тоже. Почему это ты сам не... Слушай, немец, вот смотри, вот снизу от какого-то твоего города бегает мой скаут. Куда мне надо идти, чтобы найти чудо? Я просто не вижу, какой город это. Вот тут, где у тебя... Офигительные камни. Три производства, там, вера, вот это вот все. Поперек, когда Леша спрашивают, а где находится какое-нибудь чудо или какой-нибудь город, то он говорит, 50 золотых за эту информацию, а ты меня саму добровольно их отдаешь. Я не жадный. У меня есть деньги, Мейнон. Не жадный, не врешь, что? У меня есть деньги. Я в деньгах пока не нуждаюсь. А в городах нуждаешься? Ну, поэтому я не продлю дружбу с Греем. Я смотрю, я... Я взвешиваю себе обреку. Ты можешь ничего сделать. Ты же знаешь, что ты придешь и умрешь здесь. Хочешь, что-то сделаю. Во-первых, у меня... А зачем? Ну, как такое... То есть я сейчас отстающий игрок, да? При этом единственный с нормальной верой, помимо тебя. То есть мы будем вдвоем воевать. Я не говорю. Я не хочу мешать вашей войне. Вы там прекрасно воюете. Просто это будет с моей стороны даже некрасиво. Как-то тебя сейчас атаковать в тыл. Ты уводил с войск. Это так не очень красиво. Ну, я все варианты я взвешиваю. Вот химия, по-моему, сейчас ускорена. Не, ну, если ты мне не даешь дружбу, я держу здесь армию. Вот прям под этим караваном. Я тебе не буду давать дружбу. Прямо по этой дороге, и мы встретимся. Ну, давай посмотрим. Сейчас, может, вы выйдете, да? Посмотрим. У нас одинаково науки. Мы одновременно от того выйдем. Так, вы знаете, что мне надо идти в танки? Ну, у меня уже будет прапанная. У меня-то юниты вообще пятого уровня есть. Ну, я настроил, я уже настроил десять... Ну, ты же понимаешь, что это... Ну, ты не справишься, короче. Я тебе, честно говоря. Ну, может быть, потому что я криворукий, поэтому не справлюсь. Тебе нужна цель попроще. Вот, тогда я буду смотреть в сторону Олецкого. Олецкого, ацтек, ацтек. Да, да, да. Убери, пожалуйста, своего воина-орла. Вот, с этих клеток. У тебя же открыт, может, на же союз, у тебя же там открытие, да, граница? Веди его куда-нибудь отсюда. Я могу. Все же третий уровень союза слишком долго получается, мне кажется. Больше двух очков в ход, нельзя его разогнать. Дорогие, конечно, клетки, но это надо делать. Потому что иначе город просто не растет. Американец, что ты думаешь? Мы с тобой будем дальше дружить. Вот с тобой бы я продлыл дыло. Честно говоря, я люблю дружить. Я просто француз не очень неудачно. Ситуация для него подвернулась. Не, я говорю, что с тобой бы я задружился бы сейчас. Ну, как бы я не против дружить. Мы с тобой так, советники. Крабов можно еще обработать. Вот в этом городе мало обработано. Всего. Арму я не хочу захватывать. Она религиозный город. В Ингипте уже есть такая же сделка абсолютно с другим. А, Инвиктус, так ты не рассказал, где... Где... Я же тебе поставил метку. А, метку поставил. О, блин. Блин. Это далеко, да. Кстати, Инвиктус, нашей наукой, даже если мы сейчас заключим дружбу, короче, мы откроем рту, когда она уже закончится. Я не хочу с тобой заключать договор, только потому, чтобы у меня был шанс тебя напасть. Раз, два. Не важно, о чем, не важно, как. Главное... Четыре. Напасть, значит, отлично высказываешь, помочь фантому. Шесть. Какой инвиктус? Тут проблема у фантома есть. Поздно, поздно. Там крестоносцы уже во всех городах сидят. Все, то есть, ацтек захвачен? Ну, под столицей уже войска грузинские. Так, ты что, падаешь, что ли, ацтек полностью? Ну, смотри, один город, он у меня уже стер, ты сколько тоже продавил. Это, ну, основные рубежи. Дальше только столица. У тебя еще шесть городов? Ну, слушай, когда... Главное, это первые города продвинуть. У меня уже войска прямо в караванах стоят, купаются в золоте. Эх, жалко, видите, не влияет бонус от городов-государств еще и на культуру. К сожалению. Ладно, давайте, наверное, покупать апостолов. Апостолов? Надо подумать. Липпет, давай дружиться. Ну, я заканчивал тебе предложение. Там, в деле, я считаю, что Египет надо защитить от опасного Леши. Что-то смотришь на этот германец. Я, честно говоря, не хочу, чтобы ты его захватывал. Я не хочу воевать, но давать себе захватывать Египет тоже так себе идею. Как ты думаешь про кого? Я про Лешу говорю, что... Воевать с ними я не хочу, но захватывать Египет для него, это слишком большой бонус будет. Тем более, там рядом ослабленная Грузия. Ослабленная. Ослабленная. О, давайте будем объективными, она ослаблена по сравнению с Лешей. Да, у него там прокаченные юниты, но технологии-то не хватает. Ну, блин, он придет с апостолами, скачает крестовый поход, и это офигеешь, как больно бьют монахи по 80. Но крестовый поход работает только в атаке. Он будет драться? Да, да, да. Ну, а че думаешь, Грузин Си есть будет? Мне кажется, он предпримец. Я думаю, кстати, он следующего захватит в шотландце, мне кажется. А... Сказал, да, лёгкий шотлотов, да? А? Не, не получится. Что? Шотландца не получится захватить, потому что шотландцы на материке, тут два города. А там проплыв всего в одну клетку. Да. Да. Че? Сейчас с боназемными юнитами проплыву-переплывать. Но это все равно далеко. В Египте проплыв и скалы. Ну да, допустим, у него прокачка есть на скалы, но и что. Я не думаю, что он полез на него. Ой. Как же красиво, мирно и больше. Такая ромашка. Да. Привет, ромашки. Ромашки. Ромашки не хватает рек. Да. Это офигительное. Конечно, в шестой циви, если у тебя нету рек, то как бы большие проблемы начинаются. Это удар по мушкетеру третьего уровня. Первым. Ну, 70 против 80. Ну, это в атаке, короче, у него сейчас 59. Ромашки, все равно защиты. А у меня те же самые 80. А мне показывает 70 на 80, ну ладно. Ну, потому что по-разному. То есть у тебя в атаке многие бонусы включают, из которых нет защиты. Раз. Все-таки карточки проще. Ну, кстати. Да я думал, они все время работают или защиты тоже. Ну, а бонусы к силе юниту? 7. Грей говорит, они так в атаке работают. Ну, какие-то. Ну, у отстека бонус только в атаке. А, ну, это за ресурсы роскоши, но это всего плюс 4. Ну, и все, да. Ну, нет, карточка на следе олигархии работает, как бы. Ну, и все, это единственное, что работает. Ну, сама олигархия. Уже в олигархии? Сама уже нет. Ну, уже не в олигархии. Мученика одного возьму. Карточка? Карточки нужны. Тут уже не до олигархии. Ну, там плюс 2 слота, это лучше, чем плюс 4. К атаке. Жиры французам? Хе! Тут и так уже просто такой дикий. Ну, французы бонус более универсальный. Да. То есть он работает и на флот, и на лутников, вообще на всех. А у меня только на защиту на ближний бой. И только на своем континенте. Бывает, что ты спавнишься, что у тебя столица на одном континенте, а остальные градусы будешь поставить только на других. Их. Подожди, почему только защита? Атака тоже ведь на своем континенте. Ой, атака, да. К силе. К силе. Да, только, но это только до ближнего боя. Ну. Ну. Защиты лучников мы пренеближем. Основные действия все равно гигантами движения обоя. Совершается. Ну, нет, есть. Ну, в принципе. Он не берет. Он не берет. Он не берет. Он не берет. Ага. Ну, слода тоже экзотика, на мой взгляд. Скажи, это Леша. Флот, круто. Не, ну, когда есть города на море, не только у тебя, да, то флот не экзотика. Да блин, даже если у тебя нету, есть один город на море, тебе нужно ядерное устройство как-то доставлять. Ну, это не флот, это у тебя пару подлодочек. Это ж не флот, ты ж не идешь конкретно там. Извини, но когда там была вот, когда я японцем играл, там мне пришлось строить флот, чтобы просто пытаться вынести эти подлодки до того, как они меня разнесут. Мне это частично удалось. Значит, не удалось. Ну, смотрите, как я считаю. Если считается количество сражений между сухопутными юнитами и между морским. Это понятно. Какая он является и котикой, он просто меряет, как используется. На море боя пожестче, чем на суше. Там на суше можно стоять в лесах в проходе и курить. На море надо просто перемасить и перекликать и все. А если у тебя будет метр юнитов, то на море не победишь. Египет, ты тут? Египет, ты нас слышишь? Египет, ты нас слышишь? Я видела, ну, цель-то какая-то в мероприятии. Цель будет? Египет, ты слышишь нас? Нет? Окей. Да, я что-то на следующий ход, блин. На следующий ход, блин. Вот смотри, что сейчас будет в начале хода около Суана. А я тоже постараюсь построить. Но печаль, чёртель. А шутил. Вот смотри, если ты сейчас захватываешь обратно эти две клетки, за которых весь спор был, то зачем тебе поэт на Египет? Красавчик. Вообще офигительно, прям вау! Жалко, что нельзя ну типа дальше, то есть только три клетки от города захватываются. Плюс я ещё могу не только это военными лагерями, но и фортами это делать, между прочим. Чё, Лёст-Трьмир? Ммм. Я не знаю. То есть ты американец против того, чтобы я нападал на Египет? Смотри, ты захватываешь Египет, ты получаешь, в принципе, несколько неплохих городов, куча люксов, которых нет на нашем континенте. То есть вот там ртуть есть, есть гипс, есть алмазы. Что там ещё было? Там ещё что-то было. Я просто думаю, что раз такое дело, то надо будет на Америку сейчас нападать. Получаешь города, получаешь районы. И, собственно, кто тебя после этого остановит? Пило любви. То есть то, что там грузин захватывает ацтека, это никого не волнует, да? Это тебя не волнует. Я тебе предложил нормальную тему, что типа ты захватываешь немца, тоже усиливаешься. Я захватываю Египет, усиливаюсь. Тебе это не нравится почему-то. Применение инвекции саду. То есть то, что там Грей усиливается, вынося ацтека, это всех окей, вообще всё нормально. Мы всю игру воюем. При том, что ни по науке, ни по культуре я нигде не впереди. По культуре не впереди? Да, не впереди. А культурная победа показывает другое. Блин, культурная победа. Ну хорошо. Значит, по культурной победе, судьи. Ну и по культуре тоже, в принципе, у тебя 73. Ну вот, у Шатанца столько же. У меня 62. Я продлеваю тогда союз с Египтом. Иду всей армии на... На... Это ещё не считая того, что если ты захочешь построить всякие там, они, как там называют, культурные районы, у тебя ещё больше культуры. Потому что... К сожалению... То есть так у нас есть какой-то паритет. Если ты захватываешь Египту, то авторитет он как бы испаряется. Вместе с Египтом. Кто тут меня... Грей всё пытается перекупить. Ладно. А нифига... Как... Как вы близко-то с американцем? Я тут нашёл американские границы. Нам реально тяжко будет воевать на суше, по крайней мере мне. Ему на море, да, ему... Он может приехать и захватить два моих города. Это единственное, что меня сдерживает. Но столицу-то он не захватит никак, не разрушит. Ну захватит, но не разрушит. Ещё и квест будет освободить столицу. Ещё и квест будет освободить. Где её освободил раз пять тысяч золота и всё. Война провалена. Хм... То есть, подождите, если он освободит в столицу, то у меня будет квест на её отбитие? Ну, вы же союз заключали с ним? Ну... Не, ну этот квест не сработает. Тут надо будет чужую захватить. А вот бывает, квест вылетает эскалация милитаризма. Освободить столицу игрока, которая уже захвачена. В том числе она даётся игроку, ну, столица которого, собственно, и была захвачена. Не знаю, какой там шанс его появления. Иногда он не даётся, иногда даётся. Вот его-то сделать очень легко, если у тебя все города на суше и один наладят. Просто один ход делаешь. И вуаля. Так-так-так, тут поподробнее, да, Грей? Каперы это для того, чтобы подводки апнуть. Так, начинаю. Ну, вообще пока продолжаю к американцу пускать. Хотя, я ж ему бонусы тогда даю. О, блин. Шотландец, у меня к тебе реально круче караваны на деньги. Круче даже, чем к американцу, несмотря на то, что у нас с ним экономический союз. Как это так? А что у тебя так? Круто. Ну, гавань и центр коммерции. У него, видать, нету и гавань и центр коммерции. Плюс у тебя плюс три за район. У него, наверное, город с меньшим количеством районов. Ты ж взял. Блин, шотландец, теперь ты мой любимый торговый партнер. О, так я могу с тобой тогда союз заключить? Если ты будешь в меня кидать караваны, мне тоже к тебе выгодно. Потому что я к этим бомжам вообще не могу закидать караваны. Ну, давай, заключим, ладно. Религию не забудь. Религию есть ты. Так религию я и так ему буду. У меня, читай, нет. У нас и так уже дружба с ним. То есть я говорю, религию с него и так буду распространять. А, включили, ну, ну, все так. Ну, а какой мы можем союз еще закончить? Смотри, какие там есть. У меня экономический с Америкой и военный, по-моему, с Ацтеком, да? Леш, только религию уже знал. Ну, давай религию поздно. А, или он никак не влияет на караваны? Ну, две веры мне будет давать. Ну, будет, наверное, вместо четырех будет там больше. Не, ну, у тебя точно один союз скоро освободится. Как бы. Какой? С тобой? С кем ты из нас? Ну, с Ацтеком, очевидно. О, сколько ты меня будешь еще выносить? Не знаю. Ну, в стольне у хода два-три, а вот остальные города, как бы, даже если я выйду, все равно, пока дойдешь, пока заберешь. Ну, да, хода много вообще не может предполагать бессмысленно. Не, ну а что, религиозный союз тоже союз? Во-первых, сам союз качается. Как можно поставить карточку с трубой до всех союз? Можно поставить карточной там жсену на шпионах? Ну, поставил шпионов поставил на правом. Кpyстые делают эти, и они быстрее качаются там же. А у нас сейчас шпион или стри в общем, почтой заняты. надо период шпиона к американцу пересаживать а мы продвинутые люди запада другому свет не делал мы люди востока зря мне кажется американец не дал мне египет то есть он как собака на сене который сам почему-то в лом немца захватывать но при этом сидит не дает остальным что-то делать ну значит тот кто мне мешает им придется и воевать тоже тут же построил вверх да тут вверх есть обильно конечно отстроить ничего не успел но я могу здесь след кирма был зону строить наконец стакет да вот это много армии строил в какой-то момент промочена вот она только-только кончаться начала я гранжу и я строил какие говорил один юнит на даже 2 думать и мог так строить мрамор не могу дать уже чуть еще нужно сделать если кому-то интересно могу рассказать где мы хендж дару антиохия карпаген и торонто же с доброй воли последний на самом деле на самом деле ты такое место что тебе надо было наоборот я и один сосед тебе нужен с ним союзками пытаться украсть у этого соседа поселенцы это как бы не располагается суши когда и в него воровал поселенцы я лад когда я пытался мне сворать поселенцы я даже не представлял какая тут местность вокруг что там справа что сверху тут снизу видел что там море и все чем порвал как это зачем посел без прикрытия а вдруг прок и чё и чё ну посел без прикрытия но ладно ладно не но у меня был опыт когда это хорошо заканчивалась краем как бы мастер зачем у него то ворвать ну тем более так это он уже прошел мимо чудо природы 6 распространение ну египет и германия что вообще обхаляют 355 39 42 оборона городов зачем со всеми дружат пинки построить за стенки ладно да нету но утром больших трудов не 935 это рыцари два форта военный инженер мне нужен 2 арбалетчика 2 бомбарды так 2 арбалетчика мы сделаем блин ну конечно ладно надо чейся что то еще суши но у меня в принципе через качечка апреля на тварь отожжение ческий союз с кем заключил качечка я не заключал у тебя ну вот у меня через семь ходов кончится с американцами тогда с тобой экономически с американцами может научный и все он конечно ни с кем научно не заключал предпочел экономически продолжить нет ты уже плохо себя ведешь я хорошо себя веду не ты хорошо лёша который облизывается на египет и строит там рыцарей активно мы египет защитил у меня с него мне кажется даже если кто захочет напасть на египет никто не поможет инвиктус напасть на египет вот то что грузия сейчас кого-то пойдет дальше выносить это да я не думаю что открыть сделки то там будет три флажка моих соседей это ты проставил флажки на кого-то нападать собираешься до ор долго он плыл но единственный кого успешно может нанести грузии это египет не тоже ну германия еще нет я вот в прошлый раз воевал с инвиктусом я думаю он все-таки сможет дать достойный отпор я верю силу инвиктус в игре в союзе пока современная мера не пойдет кто сможет насчет меня не переживать в этом а тимплей я вообще без тимплей как не игры не садится он сначала договаривается кто не с ним тимплейт потом потом только в партию заходит я в этот раз как-то пропустила эту часть но в прошлых ты постоянно был тем я там от по любому агрессору а как так она все нормально он стал ударил в меня варварский мушкетера хп у него не отнял зрение отчаян технологии мастер скидывает плюс одну культуру это приятный инженер рада что-то пока не добавилось никакой культурный расследующим ходом так две версии через два хода построиться отлично капер и кушать а я ускорил или варенье ускорилась а вот кто-то ученого взял вот это точно у меня ускорилась за счет того что кто-то взял ученого нет а это озарение я использую инженера озарения получил понял все понял так внутри капера по-моему у меня уже сделано вырыть у меня подводные лодки нет еще время только два капера пока кто там в кракове безобразничает а и второй блин два шпиона сбежали из кракова ну серьезно вот шпионы стали хуже работать нет вам так не кажется я замечал в этот раз повезло нет а как повезло они они же не выполнили задание конечно сбежали но не выполнили нет они сперли деньги тихо изучили мне написала что типа провалил задание странно у меня все зеленые галочки были это твой шпион провалил по поимке понял так чудо тоже кстати видно так вот обойти немцы тут фабрика действует на фабрику не надо строить значит почему я вдруг увеличилось количество очков до необходимо ли золотого века городов поставил они они ставил может ты вышел нормально и теперь стал золотой набирать у меня был его то есть я в нормальном был прошлом году мне было требовало 100 очков а сейчас своему я 102 требует вау германия объявляет войну мохенджи дорог эй за что я тогда антиохии убью хули ну не ругайся был грубо по отношению к антиохи конечно что подделать в самом деле все благодаря карфагену ребята было просто карфагену грея забрать кому-то то очень хотел помочь от стекла но по войска завер как-то эти тоже за веру считается монахи инвитус эти предложения там кинул и не рассеяние дружбу не будет ну то есть я их покупал в то время когда у меня еще не было зданием сейчас то не стоит дешевле данных шанских пойду инвиктус можно тебя попросить построить одного а вот так инвиктус не чисто учредить учредить инквизицию и по одному инквизитору в каждый город запнуть хотя бы в половину своих городах под какие-то бонусы будут бонус не проиграть ну да то есть не будет распространяться религия находится в городе створили югер себе же тебе ты почистишь можно я по дипломатию слегка инвиктус это же не помешает тебе объявить мне войну и поубивать миссионеров я чисто пробежать быстрее через тебя нет я не буду ну а не дает раз мы с тобой не будем дружить слушать а давайте вы убьете и иерусалим армой candy нет нет американец давай меня канди могу иерусалимы канди завалились то они понастроили тут священных мест час юнитов будет покупать уже покупают крэй по моему тут против нас идет игра я поддержу алексея в любых начинаниях против этих действий не я-то сам не могу захватить вот высадка высадка шотландцы на наш этот континент мне тоже не нравится что-то за город р непонятный личный город у меня еще есть город хадингтон и роксбург что сжигается просто знаю ты пойдет сжигать мой город р 8 придется разбегаем кавалерии если будешь на тюкью учить я просто еще не кавалерии угрожает город r обошелся мне в 310 монет как ты можешь лично антиохи тоже лишь приплыву сожгу ты будешь продолжать киранить мохэнджи он же будет будет ты еще сидишь в брон дар бруне и брандар бруне посмотрим как ты без золотых игрушек выжить слава богу не придется сжигать из-за тебя я думаю если я сожгу антиохи и уменьшу денег у всех фантом сам вышел спасибо за игру тебе спасибо ладно ну вот так а вы давайте продолжайте на меня агриться мы не будем агриться справедливости ради этот человек сам объявил мне войну справедливости ради ты с ним 94 хода воевал это сам это сделать нет это как вот эта логика работает расскажи он сам это сделал что я захватил ему города вот как это работает взял и объявил мало того что он пытался поселенцами это анекдот напоминает что стоял и блочил мне город 2 вместо того чтобы карту разведывать и в итоге их обоих убил он карту не увидел нифига и ради чего все это это анекдот что когда мужик мужика судят за убийство тещи он говорит стою я на кухне с ножом мимо идет тещей как набросилась на нож и так 17 раз вот это прерыва тот же случай две верфи свечу не варяли три клетки обработано ставится бывает рабочий здесь ходов так что я не думаю что это хоть как-то меня усиливало сейчас но справедливость справедливость останова кораблик вот будем следить за ним хорошо как понимать собираешься меня нападать нет я буду тут стоять чтоб ты ощущал зуд в одном месте куда мне вот это дети расскажи теперь после того как она может или запрещаешь на египет нападать а а там саре шатане слева есть прекрасно зачем мне с ними не с ним торговать выгоднее даже чем с тобой континентальная треугольная торговля сейчас будем закупать рабов в америке да я попадаю ацтекских с колизей здесь можно прийти посмотреть их так открою границы я не могу так увидеть не на туристы могут получит там разрешение стек колизей построил не козюме вот так с одной стороны монахи такси юнита с другой стороны они мне позволяли все это время воевать не строить очень неплохие повышение у них очень хорошие ну и да с парой прокачек монах 85 сила камень здравствуйте пушки блин еще блин и тут надо надо бы давайте наверно литью открою сейчас и пушек под носку бомбард не две бомбарды надо в любом случае две бомбарды потом два форта вот это у меня вряд ли получится добудьте артефакты это тоже вряд ли получится грей сама ты не будешь меня трогать роксбург мой зачем мало ли может и отбитый это у меня люди уже ничего не знают кроме войны просто 90 ходовка и сражаются идеи знают монахов в монастыре саде пусть они молятся там я не знаю что хотят делать я живу карфаген не трогал договаривались как это они ничего не знают если ты наравне с нами в промышленной эре находишься обман это все украден путем вымогательства в лодзе надо будет военного инженера потом стены построить вот эти поля не нравится я как в промышленной эре но образование я не открывал зато я знаю пушки мои люди как бы ориентированные совсем на другие вещи я не буду все таки ну мне никто не даст религиозно победить я думаю что лучше тратить сейчас веру на покупку каких нибудь классных великих людей забрать этого учитывая кое-что будет обозначить давайте наверно я заберу мы всегда ходили быстрее американец очень хотел бы наверно этого инженера получить лёша плывет куда он плывет ну у него я вот брасом плыву в океане плавают так какое я чудо но и смолоту у него есть у него нет как как красиво плавут отдых фабрика и рядом с рекой круто я рурку не могу построить зашить а хотя вот тут могу вот тут рурку могу и в варшаве могу так давайте мы здесь купим рабочего где у нас рука ставится здесь вырублю сейчас лес ставлю рурку перекидываю туда инженера тут конечно надо производство поднять в бытгоще сколько строите 15 ходов перебрасываем сюда литье открыли союз заканчивается четыре хода так верфь завершена стены тут есть может военный лагерь еще в сторону как раз здесь военного инженера надо блин он еще не даст господа союзники никто не подскажет где научные пешки это просто только что слышали а ты ли тоже слышал но слышать не значит видеть должен быть военный инженер и что построил а блин я люблю вот вот военный инженер теперь мастерская теперь мастерская странно что то я не вижу чтобы мастерские давали много культуры тут фабрика не нужна да давайте бомбарда здесь наверно бомбарду четыре хода переход долговато пока на немец скажи мне пожалуйста почему ты не поставил карточку на пищу и производство союзов не нужна она ему это учебный банан что ли карточка на 22 да 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 а где тут этот корабль уплыл куда-то вот он следим за ним понял так литье открыли давайте паровой двигатель дооткрываем американец вперед вырвался я не знаю так он в нарезных стволах или нарезных стволах скорее всего спешим по морю по по суше пойдет дорогой друг инвиктус вы нуждаете меня применить дипломатику на нет это видишь территориала сейчас следующим ходом под стокгольм подплывут фрегаты твой под началом стокгольм я уже напрягся под антиохию подплывут фрегат я вот крайне рекомендую вам оставить маханждаров такое тем более городов динамика до 6 послал и гайки очень играет чертов гаи это сажигаем да и я и я не против я не против выжил не понимаешь что тогда не будет денег как бы жилья лишь на денежка есть от процента реформа денежного обращения катика что ты унижаешься жди все щекочи гусей и мазан я царя что же деньги надо мне вот выгодно что побега бежит стоять стоять будет карфаген дискан то сможет построить из 1 2 3 4 5 5 гор можно сочетать и больно я уже должны быть кампус и что к его построишь же игра закончится пускай будет чем что-то это делать я думаю можно чем мари когда ты от стыка вынесешь а то тут мне всякие сообщения от него приходит можешь жить как ход 4 как-то не могу я могу подплыть с ребятами обстрелять его десантом убить я же ничего не счастья право давать плыви вы уже не очень хорошо я же не шучу я хочу просто не трогал я жду и фрегатов дешевый виктус ты потеряешь больше вы этого не чем приобретешь инвиктус предложение я могу что-то потерять в этой войне алексей у меня есть шоколад например город эр ну и что грей а у тебя шоколад есть смотрю город эр выполняет очень важную функцию он кидает караваны в моих союзник кстати говоря жалко как будут гореть горцы в городе эри на рисунок на рисунок поля на рисунок на сахар на поле поле вот там кощется в муках в огонь ушка поле он даже сюда пересадил губернатора чтобы он не отваливался пересадил магнуса вышингтоне виктор будет сидеть не давать мне его захватывать ну у меня вообще вообще это будешь плохо вести я подговорю своего союзника грея и мы тебя будем обижать я не думаю что заключит с тобой военный союз тебя ждет разочарование хорошо я не думаю что грей пойдет с тобой в войну в качестве союзник я ждет второе зачарование нет ну вот теперь то я страну не ускорил рядом с горой универ построил блин так две бомбарды два порта пока электричество отложу надо вот идти в нарезные стволы потому что американец явно там знаете что я жалею что я ацтека не обратил пока война была с грузией вот это надо было точно сделать пусть я в культуре где кто она тоже все приблизительно одинаково тачка договор сделка ну тут карточку поставлю на снижение стоимости апгрейда тогда я опусь 9 ходов отлично может вырубить лес тогда где где интересно а вот он лёша 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 я забыл что там инженер был ищу его помню что должен был взять ну фига там территорию виктуса я по ней бегу-бегу хана бесконечно этот человек еще хотел нападать не знаю зачем вот нужно махенджи просто не понимаю у меня глаза мазали здесь и не закинешь из послов получили три посла получите 30 культуры дополнительно это мы выполним это мы выполним это мы выполним артефакт к сожалению американец да ты в махенджи кидал тебе не беспокоиться до махенджи а то команда сумма закинул а чем в махенджи не покидали по три посла я махенджи нашел очень поздно ну все равно тут два посла если с нулем ну сам подожди чек стоп у меня нет ни одной театральной площади нафига мне а ну так у ребят то может есть вот как американец к культуру набирать 74 откуда ну вот эти вот ты точно всадниками и не возьмешь я не знаю зачем добежишь сами идут бомбарда когда я пойду туда мушкетерами полностью вяжу ганди перекупает джиме три посла туда надо просто мне нету смысла подходить скаутом к этому чуду немецкому если у меня не будет канди в союзниках а так а сейчас грей только сейчас стал искать чудеса поэтому ему надо да ну тяжелую тут на самом деле уже сложно будет вашингтон брать но я наверное объявлю все равно войну или не объявлять идти уже в в линкоры спокойно строя при этом да слушайте я просто буду стоять что он не объявляет войну если он хочет ну блин то есть я шпионы и помню что один шпион только реально как маловато грей ну смотри что египет делает ну у меня союз с ним что я могу с ним сделать ну после этого я не буду продлять союз что он делает канди захватывает а вот видишь американец не дал мне его захватить понимаешь ну я считаю что это очень полезно действие захватить канди в данном случае как бы я любому человеку нападет на египет дам военный союз я не могу уже на него нападать я тоже у меня тоже союз но он закончится там через 18-17 ходов как раз там на артиллерии то есть мы мы с тобой грузин согласно да грузин согласны распилить египет между собой египет смотри как поставить и посылочка грузина если впишется американец за него ты объявишь америка война все стоишь не смогу атаковать грузию через всю карту когда у меня тут поляк под боком дело даже не в этом просто это религиозная гэшка она нужна нациям у которых есть религии вот так и просто мы религиозные расширались я не буду я чаще 100 виду войска сколько мира у нас того будет не давай еще египет договоримся что и армут тоже не будешь захватывать то ты можешь пойти еще арму захватить жесткие условия тебя ставят дружище не соглашу я вообще ни на кого нападать не собираюсь у меня городов тут мы более чем достаточно но то есть если отвожу ты на меня не будешь попадать по крайней мере из поводу не будет не буду вешать не могу слышать всю игру все материи на конце в принципе не планирует в таком случае перехода надо вырубить тут без заброненосец очки дают на трогим с углом круто но естественно страну дел города государства выиграть свой союзника получают 4 оборонной мощи надо строить сколько лет можете станет за победу и культуры как гордов мою 50 процентов мощь убил кавалерию на на 31 культур так по моему ну вот грубо говоря убивая юнита садиком получаю к пол хода культуры тут надо стены с ухти обсуждение может стали варенье они одинаковый уровень получили лишь ты представляешь просто идентичный выбор кто шпион идентичный выбор повышение на кандзи подзабьем у меня краш не освободительным чо если я сейчас его обвинил но на следующий год наше благорода влюблене не сажал надпу у меня но это не та война которой был буст по промоке а какая дает буст по промоке освободительная какая только против игроков работы он же игрок он же не бот ты чего я нубиара нубик очка не низко мне качка и тебе даме далеко я уже вон атера рукой под какой rr сгорит первым делом а здесь тебе проход одна клетка вот возле лисеи торонто вот он до 2 клетки конь плывет какой конь я мальц буду брать сожгу его ну вот и вопрос что строить священное место или или военный лагерь начало строителя по первое влюбление ну а что ты хочешь чтоб не трогай махенджу и все будет замечательно лови своим одним конем это ключевой год ну как фрегата снять мы изучили стен но защиту города и конем за один ход забрали сожги уж манси сожгу р ну хорошо город р стоит 300 монет он ничего не дает а город манс дает плацдарм для освобождения еще гонконг у меня много промзон я еще 4 промочки не помешает у тебя же ничего нет там 36 что ты рассказывал просто не трогай ну начипай странно что я не вижу великий зимбабве так что герой если я ухожу из канди мы еще один союз тогда заключаем после этого так давай так вот я вот ради ради этого города я готов пойти на сделку с дьяволом сколько дни египта и так сочтены америка помочь тебе с немцем но мы с я освобожу гонконг с америка только что заключил союз ну очень страшно америка не собирается с немцем воевать в принципе если у меня будут проблемы с польшей то немец единственный для реальности можно оказать помощь не будет проблем я тебе уверяю немец тебе никакую помощь не окажет а вот я смотрю вот сейчас на территорию этого нашего любимого поляка и у него там все крепкие наставлены юнитами почти что молодец ну там две тысячи мочек грей что ты скажешь насчет слова этого грешника блин стоит ли мне тут гавань строить наверно стоит влажно не гавань ну он же с ним опять пойдут ему союзник военный ты будешь с ним войнать? нет священное место негде по-хорошему а вот гавань ну тут это бессмысленно как бы ради чего ради мохенджи дара да что будешь накачивать ход встать ну сейчас мне компьютер походил за меня можно я изменю то что он сделал если как бы будут на тебя уже нападать когда он нападает блин 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 мне ломается быстрее всего напасть я могу в эре сейчас десант плывет в эре тоже пойдет сэрору юнит чем проблем защищать мохенджи я хочу чтоб ты не трогал мохенджи мохенджи будет мой хочешь воевай давай повоим конечно буду воевать обязательно ну ты учит инвиктор с меня союзками по скачке ложь кончится нескоро но раньше чем у нас то что мы с тобой тоже заключили с ним тоже только что скачали мне раньше даже позже что бы я бы ковать тогда а я еще и квест выполнен на мохенджи понимаешь квест еще деньги мне дадут ну 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 египет ты может все таки у чего тебе там этот стоит арбалет до сих пор в тех клетках я как бы не против но в принципе грустит потому что это прежние места египта были что тут за чудо вообще белые белые скалы дубра да у меня на самом деле промочка просто нужна была а где тут тут же культура в основном а не промочка как там же олеги олени да то есть ради одной клетки олени ставить город а типа в этом городе нужно было нужно было производство на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока Субтитры подогнал «Симон»